До того, как Ферамир стал известен, у парня вообще не было проблем с так называемыми хейтерами. До того, как Ферамир стал известен, он хорошо учился в школе и даже участвовал во Всероссийской Олимпиаде по биологии. До того, как Ферамир стал известен, его канал долгих 4 года был практически незаметен и не вызывал столь большого интереса у аудитории, как сейчас. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня мы расскажем вам о жизни Ферамира до того, как он стал известен. Ребята, с вами снова я, майнкрафтер Ферамир. Одиозная личность, неказистый толстяк, игрок в Майнкрафт со стажем и хайповый летсплеер с ником Ферамир замаячил на передовой русскоязычного сегмента Ютуб весной этого года. Настоящее имя скандальной знаменитости Владислав Копцов, ему 21 год, родился, вырос, живет и пока не умер, несмотря на многочисленные попытки в Новосибирске. Несмотря на слова самого Владислава о своей нелегкой судьбе, детство у него было вполне обычным и непримечательным, как и у остальных миллионов российских школьников. Чем он немного выделяется, это тем, что Копцов после 7 лет учебы в обычной школе смог поступить в престижную гимназию в своем городе, где углубленно изучал химию и биологию. Судя по всему, в гимназии Владик учился неплохо, так как являлся многократным победителем школьных олимпиад по ранее упомянутым химии и биологии, так что его вполне можно справедливо нарекать ботаником. Более того, его угораздило стать призером Всероссийской олимпиады на муниципальном этапе, что в принципе можно охарактеризовать с положительной стороны. После окончания гимназии Владик Копцов там же у себя в городе поступил на первый курс факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. На данный момент он уже закончил бакалавриат, а через год, если не случится ничего непредвиденного, как это бывает в жизни Владислава, получит диплом о полном высшем образовании. Еще будучи школьником, Влад увлекся компьютерными играми, но пять лет назад он открыл для себя удивительный мир Майнкрафта. Тогда эта игра произвела революцию в индустрии игр. Посмотри, дружище, у меня офигенная сочарованная удочка, давай я тебе покажу ее поближе. Сам создатель Майнкрафта не ожидал, что его детище станет настолько популярным. Особенно среди детей, вырви глазные пиксели, свобода действий, своя атмосфера и кубики снили крышу нескольким миллионам фанатов, среди которых подавляющее большинство это дети и школьники. Вскоре эта игра также стала популярна среди летсплееров. Многие из них начинали свою карьеру именно с обзоров на Майнкрафт, что даже стало считаться среди них хорошим тоном. Ну а Владислав Копцов тоже решил пойти этим путем и в 16 лет открыл свой канал, взяв себе загадочный и странный никнейм Ферамир. Конечно, можно провести аналогию с Ферамиром из Властелина Колец, но вряд ли Влад назвался так в честь одного из персонажей Толкиена. Ферамир искренне полюбил Майнкрафт, играл в него, снимал летсплеи и выкладывал видео на свой канал. Сегодня ребята на меня объявили охоту. Меня хотят убить, угадайте кто? Это карта, которая находится сейчас под нашими ногами. Но долгие 4 года канал Ферамир оставался без особого внимания за стороны публики. Однако, все изменилось с конца прошлого года. Дело в том, что наш герой стал использовать яркие превью и названия в стиле топов, многообещающие заголовки в стиле 5 способов спрятать свой дом от гриферов, или 10 неожиданных фактов о Майнкрафт, которые вы не знали. Что будет, если взорвать 5 миллиардов ТНТ-динамита, 10 лайфхаков для строительства Майнкрафта? Сегодня покажите топ 10 самых офигительных, эффективных и наикрутейших способов, как можно спрятать сундучок в Майнкрафте без модов. Такой контент в некотором роде был вторым дыханием новой струёй для уже заезженной темы Майнкрафта. Но на этом Ферамир решил не останавливаться. И весной этого года он демонстрирует то, что навсегда впишет его в историю отечественного Ютуба. Я играю в свою любимую игру, там я всех наказываю. Любому из вас я там дам пенделя, никто не сможет меня там победить. Дело в том, что летсплейщик стал очень часто говорить о том, что у него много хейтеров. Сегодня ты, конечно, с моей помощью покажешь всем. Да ни хуй Фира, убери его обратно в штаны. Хух, ты бы ещё обосрался здесь. Надеюсь, вам понравится. Что его преследуют и угрожают. После панических вбросов странный самопиар начал потихоньку работать на благо Владика. Чтобы укрепить свои позиции и подтвердить собственные слова, в апреле Ферамир во время стрима с очень символическим названием «Крёстный поход против хейтеров». Незапно якобы становится жертвой своих злопыхателей. Плохо играя на камеру, Ферамир устроил мини-представление, в котором стал изображать в очередной раз панику, закулисный шум, звонки спасателям и даже поджёг двери. В это же время его дружок Азлагор стал просить зрителей стрима о донате на новую дверь для несчастной жертвы. Если вы сейчас пожертвуете ему, например, какие-то, ну, деньги, то он хотя бы себе дверь новую купит, потому что, знаете, жить без двери это немного тупо. Позже Ферамир даже выставил фото якобы своей испорченной входной двери. Говорить о том, что аксёрская игра Владика очень плоха, всё-таки лишняя, так как это очевидно. Азлагор, 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 мне сейчас перцем, перцем, баллоном в глаза. Они мне ничего не сделали, они мне потушить пожар не дают, они мне кофту порвали, мне пожар не дают просто потушить. Я не знаю, что делать, там пожарник ещё пять минут будет ехать. Как и то, что все небылицы толстяка явно рассчитаны на ещё не окрепшие умы детей. Мерзкие выходки, постоянная ложь зрителям, чёрный пиар, попрошайничество и попросту не совсем адекватное поведение очень быстро стали визитной карточкой летсплейщика. Почи, пожалуйста, стрёмный Ферамир. Боже мой. А... В какой-то степени Ферамира можно назвать бюджетным аналогом стримерши Карины. Еди на хуй, сука, завали пора, блять. Но стоит отметить, что несмотря на огромную негативную реакцию на себя со стороны большого количества зрителей, парень заработал просто миллионы просмотров на своих видео. Сделал самое настоящее популярное шоу в стиле трэш-арт-хаус и просто перевернул болото Ютуба. Я смогу, я смогу, я справлюсь. Не садись по ногам! Второй минус! Уже потом пухлый любитель Майнкрафта попытается со слезами на глазах и соплями в носу завершить карьеру. В общем, ребята, это мое последнее видео. Я вообще не буду ничего снимать. Хватит на всей этой ненависти. Я не могу, ребята. Уже потом хейтеры совсем озвереют. Ворвутся в квартиру Ферамира и избьют его. Уже потом Ферамиры вместе со Злогором рассорятся. Устроят боксерский поединок. Помирятся и начнут бесконечно пиарить друг друга. Все, ребята, помирились с Ферамиром. Я тебя, в принципе, прощаю. Думаю, ты мне тоже. Спасибо, Игорь. Спасибо. И уже потом скандальная звезда Ютуба разбогатеет и лишится достоинства. Пожалуйста, Влад, пожалуйста. А? Фу, бля. Получит море непрекращающихся отписок. Ну да ладно, это уже другая история. А это была история Ферамира до того, как он стал известен. Мысли не скромные. И их не скроем мы. Да не рискует. Ты знаешь, с нами не пьет. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok